А этот сюжет мы рекомендуем особенно внимательно посмотреть выпускникам этого года и их родителям, потому что речь пойдет о новой модели обучения в вузах, причем не в каком-то не авторитетном вузе, а КПИ, и не где-то в Киеве, а в Славутиче. Сегодня у мэра в гостях побывала маленькая делегация Киевского политехнического, и они обсуждали о способенном Славутиче набрать группу в КПИ. Гости из КПИ побывали и в компьютерной аудитории, пообщались с руководителями наших учебных структур, а мы в свою очередь поинтересовались у них. А что означает эта новая модель обучения? Превалирующая модель обучения сейчас, студент поступает на первый курс, есть учебная программа, и вот он монотонно, постепенно должен осваивать эту программу, накапливать какие-то знания в надежде на то, что эти знания когда-то в будущем ему пригодятся, может быть. И мы должны понимать, что всегда есть некая внутренняя коллизия между необходимостью вкладывать свое личное время, которое можно весело проводить где-то там на пляже, в барах, в кафе, на дискотеках, или еще где-то в противовес, достаточно нудным, вроде бы как в занятии. А можно предложить более веселую модель. Эта более веселая модель состоит в том, что мы начинаем играть в выполнение проекта. Играть в кавычках, потому что вообще-то проекты должны быть реальны. Это проекты, которые берутся филиалом ли слоутическим, либо центральным офисом, либо, например, нашим институтом, либо вашим филиалом ГНТЦ. И к выполнению этих проектов наряду со штатными сотрудниками головной организации привлекаются студенты. Причем привлекаются, по большому счету, вот была бы идеальная модель, если они привлекаются прямо с первого курса. Наибольшие деньги в современных IT получают не только программисты, или не столько программисты, не столько кодировщики, сколько получают руководители проекта, получают постановщики задачи. Для этого нужно в том числе и математику знать, уметь модели составлять. И это становится очевидным как раз в выполнении проекта. То есть, по сути дела, в игре применить эти свои знания к зарабатыванию денег. И причем это его деньги, это не деньги, которые он пришел и взял у папы, сказал, папа, дай мне на мороженое, мне с девушкой в парк надо пройти. Это деньги, которые он честно заработал сам. И, может быть, даже, так сказать, еще и родителям что-то на день рождения маме купил, неожиданно для нее. И тогда появляется большая мотивация к учебе. А поскольку нынешняя модель обучения, она позволяет проводить так называемое модульное обучение, когда студент может не только выбирать модули, которые он изучает, но он может выбирать в том числе и последовательность модулей. То есть, один студент считает, что ему сегодня нужно выучить вот такие модули, а другой может говорить о том, что ему нужны другие модули. И здесь мы подходим к интерпретации модели обучения, состоящей в том, что сейчас весь мир в связи с новыми информационными технологиями начинает работать по так называемым штучным проектам. То есть, по большому счету, даже в фармацевтической сфере сейчас уже появляются тенденции, когда лекарство под вас делается штучно. Так как раньше аптекарь, вы приходили, ну не вы, значит, наши прабабушки или прадедушки приходили в аптеку к провизору с рецептом, где латынью было написано, там сделать болтушку и провизор уходил себе в подсобку. Значит, то же самое сейчас наблюдается во многих сферах. И эта тенденция начинает появляться в том числе и в обучении. То есть, обучение тоже должно быть вот этим предметно ориентированным. И какие-то дисциплины, какие-то модули, какие-то блоки для одного человека должны преподаваться в большем масштабе, для другого в меньшем масштабе. И существующие стандарты позволяют маневрировать этими вещами. То есть, существующие стандарты обучения прописывают темы, которыми человек должен владеть. То есть, мы с одной стороны абсолютно выполняем стандарты, а с другой стороны, мы учим человека тому, что ему нужно при этом. Мы учим не столько говоря ему, что вот учи, тебе это надо. Да, мы ему говорим о том, что, значит, мы можем тебе предоставить пласт, спектр знаний, а ты, выполняя работу в каком-то проекте, начинаешь понимать, что, а, тебе вот не хватает вот этого. И ты приходишь к преподавателю, и преподаватель не столько является ментором, который наставляет, да, сколько является консультантом, который помогает тебе разобраться в тех вопросах, которые тебе нужны. Интересно, что разговор состоялся в среду, когда выпускники сдавали последний экзамен по ЗНО. И мы предложили гостям встретиться с нашими выпускниками и их родителями, и получили утвердительный ответ. Если мы объявляем о том, что вот начинается некая новая жизнь в Славутинском филиале, то начинать эту новую жизнь нужно вообще-то с консультацией. Во-первых, с потенциальными абитуриентами, с их родителями. И вот для того, чтобы выстроить механизм нашего вот такого взаимодействия, мы с вашим мэром говорили о том, что 15-го числа нам нужно будет сделать нечто типа выездного дня открытых дверей. То есть мы расскажем вот наше видение, мы услышим вопросы, постараемся на них ответить, если сможем. С другой стороны, если вопросы вот такие, на которые мы не сможем ответить, это самые хорошие вопросы. Если у нас набирается группа в этом году, то занятия можно начинать, вот группа набралась, на следующий день можно начинать занятия. Более того, насколько я помню, наши предварительные разговоры с руководством вашего филиала ГНТЦ, они очень заинтересованы в том, чтобы вот открылась такая подготовка здесь у вас в филиале, потому что они видят для себя ту же самую модель, значит, модель привлечения ребят-студентов, буквально начиная со второго курса, к выполнению тех проектов, которые люди понимают, что эти проекты есть, их можно взять, но их нужно выполнять какими-то людьми с соответствующей квалификацией. Вот таких людей с квалификацией лучше всего брать прямо со студенческой скамьи, не после студенческой скамьи, а прямо со студенческой. И здесь же их учить в бою, что называется, да, то есть учить их на реальных боевых проектах. И попасть в Киеве в реальный проект намного сложнее, потому что там вообще-то нужно еще... Ну, в реальные проекты попадают единицы из группы, причем попадают уже, как правило, под конец обучения. Лично для нашего института, вот для меня, как для директора института, для меня интересно создание на базе славутического филиала и на базе тех возможностей, которые есть в городе, разворачивание на этой базе площадки, на которой можно выстроить, ну, скажем так, ну, пусть будет аналог силиконовой долины. Это шире, чем научная база. Это инфраструктура, да, это, в принципе, и возможности там спортивных площадок, да, и наличие каких-то кафе, и, значит, там, какие-то артистические площадки. То есть это стиль жизни, да, то есть вот кампус – это стиль жизни. И вот этот стиль жизни нужно где-то развернуть. Либо нужно строить с нуля эту силиконовую долину, либо вдруг оказывается, что всего-навсего в двух часах езды от Киева вся эта инфраструктура уже существует. С моей личной стороны я гарантирую то, что моя активность еще вам надоест. Вот, наверное, так. Итак, в пятницу, ориентировочно в 18 на 0 в лице, пройдет день открытых дверей КПИ в Славутиче. Приглашаются выпускники и родители, да, пожалуй, и десятиклассники. Будет о чем задумываться в следующем году. И, выпускники прошлых лет, у вас появился замечательный шанс получить высшее образование в Славутиче.